Вопрос самому себе. Эта статья дала потом название и сборнику, вышедшему уже после смерти Василия Макаровича. Вопрос самому себе. Вот это единственная статья, которая дважды была в жизни Шукшина публикована. В сельской молодежи в журнале и в советской культуре. Этого же 1966 года. Здесь Василий Макарович пишет о многом, многие вопросы поднимает. Я только хочу прочитать две строчки. Зритель приходит к нам из самой гущей жизни, зная о ней гораздо больше нас. А мы не стыдимся показывать ему иногда такое, во что сами не верим. Следующая статья также очень интересная по выводам Василия Макаровича, по его заботе, о чем болит его душа. Это монолог на лестнице. Статья была написана для книги «Культура чувств». Эта книга у нас также представлена. Книга вышла в 1968 году. Здесь Василий Макарович сам для себя обозначает вопросы. Что есть интеллигентный человек? Куда идет деревня? Что погибает в деревне? И что стоит жалеть из того, что погибает? Что порождает город? И что стоило бы погубить из того, что он порождает? Что есть человек неинтеллигентный, но пребывающий в приятном, отвратительном самомании, что он интеллигентный? Так вот, очень интересные мысли Владимир Макарович рассказывает о том, какой интеллигентный человек, кто он такой. Интеллигентный человек — это ответственное слово. Это глубоко и серьезно. Что стоило бы почаще думать именно об ответственности за это слово. Явление — это интеллигентный человек, редкое. Это неспокойная совесть, ум, полное отсутствие голоса, когда требуется для созвучия подпеть могучему басу сильного мира сего. Горький разлад самим собой из-за проклятого вопроса, что есть правда, гордость и сострадание в судьбе народа. Неизбежное, мучительное. Если все это в одном человеке, он интеллигент. Но и это не все. Интеллигент знает, что интеллигентность не самоцель. Оттого-то не и дорог деревенский уклад жизни, что там редко-редко, кто сдуру напядит на себя личину интеллигентного человека. Тут сказывается та большая совестность нашего народа, его неподдельное чувство прекрасного, которые не позволили забыть древнюю, простую красоту храма, душевную песню, икону, Есенина, милого Ваньку дурачка из сказки. Мы ломаем голову, какой он такой интеллигентный человек, а образ его давно создал сам народ. Только он называет его хороший человек, умный человек, уважительный, не мог, не пропойца, чистоплотный, не трепач, не акальник, работник, мастер. Мне кажется, вот эти слова Шукшина, они сейчас особенно актуальны в наше современное время. И, конечно, самая главная статья Василия Макаровича «Публистическая донравственность» есть правда. Она была опубликована через год после статьи «Монолог на лестнице» в книге «Искусство нравственное и бездравственное». Правда труженика и правда паразита, правда добра и правда зла — это и есть, пожалуй, предмет истинного искусства, и это и есть высшая нравственность, которой есть правда. Нравственным и бездравственным может быть искусство, а не герои. Только бездравственное искусство в состоянии создавать образы лживые и положительные и отрицательные. Честное, мужественное искусство не задаётся целью указывать пальцем, что нравственно, а что бездравственно. Оно имеет дело с человеком в целом и хочет совершенствовать его, человека, тем, что говорит ему правду о нём. Учить можно, но если учить по принципу «это бяка, а это меня-мня», лучше не учить. Ученики будут вырастать ленивыми, хитрыми, с наклонностью к паразитическому образу жизни, потому что нет ничего легче не самому решить трудную задачу, а списать с доски. Нравственность можно подделать и подделывают, и очень удобно живут в соответствии. Спасибо. 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 Спасибо.